Наука, исследование, теории звучит скучно, не правда ли? Но студенты ДВФУ, будущие ученые и исследователи, точно знают, как рассказать об этом интересно и с энтузиазмом. Ну а жанр молодые ученые для себя выбрали сами, что ни на есть, трендовый и всеобъемлющий – стендап. Уверенно выдавая панчи, так в рамках стиля называется кульминация шутки. Парни и девчонки ведут бой с необразованностью, весело и с юмором просвещая ровесников, коих здесь собралось не меньше сотни. Молодые ученые, студенты, магистранты рассказывают о своих научных исследованиях и теориях в довольно необычном формате. У них есть не больше 10 минут, чтобы рассказать об этом интересно и с использованием мемов и необычных молодежных приколов. Этот студент в ходе своего выступления пытался донести до аудитории так называемые топовые заблуждения. Касательно теории эволюции, к слову, повсеместно признанной мировым научным сообществом. Как и теория гравитации, ведь, как шутят здесь физики студенты, доказать ее просто – нужно лишь пять этажей, арбуз и открытое окно. Юмора и мемов на мероприятии тоже хватило. На специальных стендах организаторы вывесили целую гору самодельных юмористических картинок. И мы попытались узнать, зачем. Пользователи отправляли мемы в наши социальные сети, и мы вот их сейчас распечатали, вывели на эти стенды. И всем участникам, стендапам и гостям предлагается проголосовать за три различных мема и отдать три лайка, которые мы подготовили. Среди авторских мемов наиболее популярным персонажем оказался Иван Грозный в киноинтерпретации Леонида Гайдая. Здесь Иван Васильевич строит регрессию, интеграл не брал. Не менее забавным, по мнению съемочной группы Восьмого канала, оказался мем про царскую водку, что греет сердце. Напомним, что упомянутый напиток – смесь сильнейших неорганических кислот, способная растворять металлы. К слову, тот самый студент-биолог, что пять минут назад рассказывал публике об обезьяне-менеджере Газпрома, решил объяснить, зачем вообще нужны такие вечера для ботаников-юмористов. Я вам скажу так, самая главная цель этих мероприятий – реально привлечь людей к науке. То есть, потому что для многих наука – это что-то нечто скучное. Это бородатые дядьки, которые сидят в своей лаборатории и ковыряются в прибирках. Нет, наука – она здесь, наука – она везде. В будущем ребята из научного кафе «Лед Сайенс», а они и стали организаторами стендапа, планируют и дальше развивать идею нестандартной подачи академического и высокого знания. Совсем скоро подобные научные шутки прозвучат и на лекциях проекта «Сайенс Слэм». А мы будем следить за развитием научно-популярных событий в Приморской столице. Евгений Черумахин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.